Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс. И в этом видео я хотел бы испытать очередной раз посох мороза. Как вы знаете, новогодние праздники подходят к концу и скоро это все исчезнет. Хотя разработчики обещали, что оставят оружие именно ракетнице и посохи мороза еще, но все остальное превратится просто в мусор. У меня сегодня такое испытание, хватит ли посоха мороза, чтобы заформить зеленую, оранжевую, красную локацию. Начну я с самой легкой локации, это зеленая, и пойду на возвышение. Ну то есть, на сколько именно хватит этого всего. Заюзал Чопера, то энергии у меня совсем не осталось, я отправляюсь на зеленую локацию. У меня здесь есть гуманитарный груз или же торговец, но это мне сейчас пока не важно. Мне важно, насколько посоха морозного хватит в войне с зомби. Я знаю, что это по прочности самое крепкое оружие, которое есть в игре. Но давайте подтвердим это еще раз. Используя стелс режим, смысла нету подкрадаться к ним сзади, потому что он хорошо работает и просто, даже если вас зомби обнаружил. То есть, без проблем наносит 150 урона. Это самый большой урон почти, не почти, а это самый большой урон, который может нанести любое оружие в игре. Не считая, конечно, стелсового режима с разрушителем. Ну, как вы видите, чистить зеленую зону с разрушителем это само удовольствие и особых повреждений нам не наносит. Так что, наслаждаясь чисткой зоны зеленой, можно найти здесь несколько полезных вещей. Как доски, камни, мясо. Также можно заформить несколько индейок. Чаще всего я отправляюсь сюда за тканью. Вот это, как оно там называется. Растительное волокно и с него делают ткань, чтобы делать много-много аптечек. А так, конечно же, оформлю здесь трава. И если нужны какие-то редкие, более редкие ингредиенты. Здесь с легкостью можно наформить резины, резиновых изделий, также болтов, транзисторов. Ну, или то, что нужно вам для крафта. Ну, вот, еда-вода здесь тоже не редкий лут. Блин, давайте присядем. Так как с режима стелса он наносит тройной урон. Как вы знаете, урон у посоха 35-150. Но, все равно, даже если вы будете бить не стелса, меньше чем 50 урона вы не нанесете. Вот, 50 урона, как вы видите. Идеечка, ням-ням-ням. Прям сырой. Можно было вообще максимально экономить этот посох и наносить все удары с режима стелса. Ну, как вы видите, походу, нет, еще один зомби остался. Мы его тоже уничтожим. Походу, все, мы зачистили всю зону. То есть, у нас больше здесь ничего не осталось. И я не потратил даже 25% от прочности моего посоха. Давайте отправимся на оранжевую локацию и увидим, насколько хватит посоха мороза именно на оранжевой локации. Нейтральных существ мы трогать не будем. То есть, мы не будем охотиться за оленями и индейками, а просто будем уничтожать всех зомби, которые поводят себя агрессивно. О, выжившие. Я про них вообще забыл. Даже выжившего может посоха мороза и убивая с одного раза. Это вообще самый уникальный. Я думаю, за ним буду скучать больше всего. Потому что бункер проходится с помощью трех посоха мороза и двух ракетниц. Ну, двух-трех ракетниц. Так что, ребят, оружия у меня сейчас, ну, очень много. Потому что каждый раз, когда чищу бункер альфа, я оставляю... Сколько не использовано оружия, это просто ужас. Просто использую один посох и ракетницы. Все. И все, что выпадает мне в бункере, я оставляю на потом, когда будет следующее обновление. И мы сможем ходить на следующие этажи бункера. И там, говорят, нужно будет очень много оружия. Также я собираю вот оружие. Единственное, куда я трачу оружие, это собираю на дискету. Хочу все-таки найти не посох мороза, а хочу найти кислотный ящик зараженный. Который нужно юзать в ванной. Чем тоже я собираю на что и ресурсы. Чтобы сделать себе кислотную ванну. Кстати, райдерство очень сильно помогает мне в этом деле. И как бы очень много нужных ресурсов я нашел именно благодаря райдерству. То есть, там у ребят находил и микросхемы, уже у меня 5 штук. Ну, вчера у меня украли одну. Блин, я зря. Я подумал, что оставлю микросхему на потом. Блин. Видели? Они плевками сбивают мне удары. Стелс удары. То есть, нужно осторожно к этому всему относиться. Ну, вот. Токсичный. 150 урона, как вы видите, наносится вообще без никаких проблем. Максимально 2 удара. Нужно, чтобы убить любого здесь находящего зомби. И, кстати, с этим посохом не особо так аптечки и броня тратится, ребят. Волчок серенький бачок прибежал. Итак, что мы имеем? То, что имеем, то и имеем. Так. Мяско. Ням-ням-ням. Индейка где-то застричала и убежала. Ну, вот. Я думаю, что, конечно, для красной локации нам не хватит этого посоха. Но, тем не менее, я думаю, что можно будет попробовать и зайти в красную локацию. У меня осталось меньше половины. И так там не бежит выживший. Получает 81 урона и умирает с двух плюх. Все, что выпало с выжившего, я брать не буду, так как оно мне, в принципе, никакой редкости не несет. То есть, о, знак. Знак возьмем. Не знаю, это самое худшее оружие, которое можно было только придумать. Скорость боя с знаком вообще минимальна. Без слоя знака это оружие, которыми, ну, не знаю, ну, точно не отбиваться от зомби. С помощью которых практически невозможно воевать. Ну, если нет ничего лучшего, то, конечно, сойдет и это. Вот, подходит к концу поиск зомби, которые находятся на локации оранжевой. И, в принципе, блин, этот плеватель немножечко раздражает. Наверное, самые раздражительные зомби в игре, это эти плеватели. Токсические зомби, они, блин, плюются, отбивают, воняют. Это все так напрягает. Они такие быстрые, увернуться не всегда удается. Практически никогда не удается увернуться от ихнего плевка. Хотя, я бы сделал на месте разработчиков немного их медлительными, чтобы мы могли увернуться от плевка. Так, это я уже лутал. Металлолом я не лутаю по одной причине. Лучше, я думаю, пойти поформить руды, стальной, металлической рудой, чем, блин, просто собирать этот металлолом. Так что, ребят, вот такой вот лут и, думаю, процентов 60 посоха ушло. Ну, давайте попробуем, конечно же, сходить еще. У меня есть еще один. И сходить на красную локацию. Увидеть, насколько еще хватит нам этого посоха. Зачистили мы и оранжевую локацию. Сейчас остается нам красная. Главное, чтобы нам не пришел громила. Я думаю, громилу нам не принесет ветром. Так что, мы будем стараться аккуратненько это все обойти. И у меня чоппер покрашен в белый цвет. Вообще некрасиво. Не знаю, только много краски этой белой собирал очень долго. Но последний раз, когда я рейдил, то за рейдил, блин, слава богу, краска выпала белая. Сразу три штуки. Там нужно было пять. Пять красной и десять черной. Черной у меня куча краски. Белая представила для меня особенную ценность. Поскольку ее найти было тяжелее всего. Так, я не понял. Что на карте позначается вот этим вот значком? Что это? Дуб. Смотрите, раньше он не позначался. Так он такой же был зеленый, как и елки. Не знаю, может это, конечно, я был невнимателен. Но вот именно сейчас только я заметил это. Гля, с одной тычки. Сиди, кури, бамбук. Главное, чтобы не прижал нам громила. А так мы никого здесь не боимся. Блин, вот. Вот куда мы можем нанести лишние удары. То есть, сражаясь с токсическими зомби, мы потеряли уже несколько ударов, которые можно было сохранить и убить некоторых зомби. Конечно, можно умудриться и вот этим посохом зафармить все, что здесь есть. Ну, я думаю, смотрите, с мачете прибежал. Интересно, сколько ему нанесем урона? 72, да, ребят? То есть, все равно два удара и он готов. Заберем у него вот эту, ну, воду. Это, естественно, вот эти большие аптечки и остальное, в принципе, пускай остается. Оно мне особой редкости не приносит. Ну, можно забрать еще антенну. Может быть, будет ловить какой-то канал культуры и мы будем смотреть его с телевизора. Так, что здесь? Кто здесь? Токсический, давайте убежимся от него и забьем его посохом мороза. Так, столбец. Опять токсический дядя за мной бежит и бегут еще некоторые токсики. Токсик бой, токсик бой, поиграй со мной. Давайте будем просто удирать от них. Одного удара хватает с режима стелса, чтобы снести токсику. Все 100% хп. Ну, в принципе, я говорю вам, что может даже и хватить этого посоха, чтобы зачистить всю локацию. О, смотрите, сразу сколько всяких вкусняшек. Давайте возьмем и зеленый, так как... Смотрите. Ну, если, конечно, выживший... Ладно, ударь меня, ударь. Блин, я не присел. Вот, ну, все равно два удара, ребят. Два удара и до свидания. Ну, все равно моя броня имеет больше прочности, чем броня пришедшего-выжившего. Так что мы просто отправляемся дальше искать кучу лисов. Я бы вот это побил бы лисиц, потому что... Нужна ихняя кожа для крафта зимней одежды. Блин. Сколько здесь всяких... Почему они не прыгают? Ребята, прыгайте. Прыгай, прыгай, дядя. Смотрите, не прыгают. Почему эти толстяки не прыгают? Волки. О, гля, начали прыгать. Это, наверное, я зря сделал. Думал, что они будут прыгать и чем наносить урон. Ну, прочность, конечно, у брони вот этой, что у Ника мы покупаем, ниже, чем прочность простой вот этой брони военной. Поэтому она быстрее всего распалась. Я одевал новую бронь Ника, эту новогоднюю, и также новую бронь простую военную. То есть, что можно сказать насчет посоха мороза? Это самый уникальный, самый крепкий посох. Ну, в принципе, не посох, а самое уникальное и крепкое оружие в игре. Я советую вам всем, ребят, пользоваться им, пока он есть. Бункер проходит на ура. Пользоваться вот этим режимом стелса, нанося 150 урона всем, кто не прибежит сюда. Это, блин, халявный способ убить всех. 150 урона наносится всем. Ну, конечно, скоро этот посох уберут. Так что нужно спешить. Формите, закупайте эти посохи, чтобы они у вас лежали. Я думаю, все-таки разработчики оставят, оставят эти посохи, ну, то есть, в том количестве, в том, в котором они у вас есть. Так, ключ даже выпал. Ребят, это очень редкое явление, ключ. Давайте подмоемся, ну, подмоемся. Буль-буль, ням-ням. И отправляемся. И сколько еще здесь? Зомби. Я думаю, если бы можно было максимально экономно проходить, то есть, не тратить два удара, а всех зомби убивать стелса режима, то нам бы ровно одного посоха хватило, чтобы зачистить красную, оранжевую и зеленую локацию. Так как, как вы видите, тут, в принципе, всех зомби я убил, практически, ну, буквально трех не добил. Если бы меньше прибегало выживших, то, ну, короче, нам бы хватило всего. Нам бы хватило просто... Да ладно. Я не тратил два удара на токсического, а тратил только один, то нам бы хватило одного посоха, чтобы зачистить все три локации, ребят. Все три локации ушло бы с одного посоха. Это, в принципе, прочность этого оружия просто шикарная. Ну, такое вот получилось у меня видео, ребят. Вам всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока.